Всем добрый день. Я бы хотел представить доклад на тему параллелизации и как сделать вообще быстрые тесты, когда их у вас очень-очень много, и этот вопрос встает очень острым. Ну, немного о себе. Работаю в автоматизации более шести лет, в UI около двух лет, до этого занимался автоматизацией бэкэнда. Увлекаюсь современными технологиями и мечтаю в тебя автоматизировать и вообще не работать. Суть проблемы. Суть проблемы в том, что когда у нас очень-очень много автотестов, то есть UI автотестов, то есть я не говорю уж о 50 UI автотестов, 100 UI автотестов, я говорю о тысячах, о нескольких тысячах, 3 тысячи и более, то у нас возникают вопросы. То есть даже проблемы. Это большое время прогона UI тестов. Второе – это мы начинаем их как-то распараллеливать, и у нас возникает вторая проблема. Это то, что нечестная балансировка нагрузки на селением гриде. Потом нечестное распараллеливание тестов, если мы пытаемся сделать, распараллелить через бачи, через какие-то там на уровне мавин плагинов и так далее. Потом отсутствие или, не дай бог, пишем свое решение, свой велосипед очередной. Отсутствие стабильности системы прогона тестов. То есть очень часто у нас ноды отваливаются в гриде, и мы получаем большие-большие репорты, что у нас все плохо, на самом деле у нас просто проблема в самой норме инфраструктуры. Поддержка инфраструктуры и медленные тесты. То есть самая основная проблема. Ну, конечно, задумались, что с этим делать, думали, думали, думали и придумали. Придумали то, что решили проанализировать, как у нас вообще зависит размер тест-юта от времени прогона. Ну, это аппроксимация некая, некой зависимости. И поняли, что все очень плохо, и надо что-то делать. Вот, и подумали и решили вести профилирование тестов и вести некую инфраструктуру прогона UI-тестов. Ну, сначала профилирование. То есть профилирование – это пересмотр кода и внедрение каких-то решений на уровне теста для того, чтобы тесты сделать быстрыми. Значит, какие тут могут быть проблемы? То есть они встречаются, сколько я в компаниях разных работал, они встречаются везде. Какие бы не рассказывали, у меня идеальные UI-тесты, у меня все хорошо. На самом деле, когда начинаем копать, проводить некие мероприятия по профилированию, мы находим вот такие основные проблемы. Это использование статических тайм-аутов. Как ни странно, они есть, они есть везде, они есть во всех UI-тестах. Вот, хотя знают, что это плохо их использовать, все равно используют почему-то. Вот, выставление прикондишенов через UI-интерфейс было такое, что у нас для того, чтобы поставить некий чекбокс, который написан в кейсе как прикондишен, писалось куча-куча степов, для того, чтобы просто его выставить, это время, это тест замедляет, это плохо. С точки зрения, конечно же, перформанса UI-теста. Использование только положительных условий ожидания, это привет от implicitly wait и неоправданное обращение к браузеру. И тогда было и такое, ну вот на предыдущей работе все UI-автотесты открывали. Ну, у нас, во-первых, получалась ссылка на веб-элемент в методе там постоянно, то есть, допустим, нам надо кликнуть и ввести там в это же, ну, в это же поле некий текст. Мы получаем, запрашиваем input, кликаем, запрашиваем input, ну, ссылку на веб-элемент и вводим туда некий текст, ну, как пример. То есть, да, такое было, это тоже, ну, обращение вообще к браузеру, это медленно. Потом, и начало теста с главной страницы. И такое встречал, хоть и редко, но все равно было, что все UI-тесты начинались почувствовать с главной. Нам надо открыть, допустим, некий каталог товаров, мы открываем главную страницу и пошли по выпадающим меню, кликать, проверять. И, наконец-то, через некое длительное время мы открыли только начало теста, это открыли каталог. И вот, такое тоже встречал. Ну, по гримостатических тайм-аутах, часто всего встречается трет-слип, вот, чуть реже в этой бит. Это тот, кто использует Serenity Framework или Fukedit, если более старые. Вот, реализация, вот, встречается, хотя об этом неоднократно говорят, что это bad практик, это bad pattern, его использовать нельзя, но все равно почему-то используют. Вот. Выставление preconditioned, ну, вот на примере почты. То есть нам надо выставить некие свойства в настройках письма. Мы лезем через страницы, через обращение к браузеру и выставляем. И потом только начинаем что-то тестировать. Вот. Использование только положительных условий ожидания. Ну, здесь, как пример, то есть у нас есть некое ожидание с положительным условием, то, что у нас элемент найден. Ну, находится на странице, отображается. И мы проверяем. В первом button should be present, то, что да, действительно элемент есть. Во втором мы ждем implicitly wait, если он по дефолту это 15 секунд. Вот. Вот. Если, ну, обычно 15, некоторые перепределяют, его ставят 10, 5, но все равно это плохо, это долго. И получается мы на вот этом степе button should not be present ждем, просто ждем. А потом получаем false и game all. Класс. У нас элемент, ну, кнопки в данном случае нет. Все круто. Но мы при этом висим. Неоправданное обращение к браузеру, то, что я говорил, то есть мы делаем обращение на получение ссылки, find element, и потом вводим текст, потом опять запрашиваем ссылку, получаем ту же самую ссылку, потому что у нас, допустим, это ajax, и страничка не пере... ну, то есть даже не ajax, а просто получаем ссылку, вводим текст, опять получаем ту же самую ссылку, нажимаем клавишу enter. Это два, ну, лишнее обращение к браузеру, это время. И начало теста с главной страницы. Допустим, мы тестируем проект авто, мы открываем не проект, ну, не страницу главный проект, а мы открываем главную страницу mail.ru, открываем авто, тестируем. И то же самое. Это тоже плохо, долго. Почему? Потому что там, ну, скорее всего, там будут ожидания на то, что у нас ссылки на проектные отобразились, и, соответственно, опять же, уже мы будем лишнее обращение к браузеру, ждать это время. И в рамках, опять же, 10-50 тестов вы скажете, о, быстро же работает, зачем это все, все классно. На самом деле, когда у вас тысяча, две-три тысячи, это часы, вот, и это плохо. И когда нам надо быстро выкатиться, быстро протестировать и прогнать прогон за полчаса максимум, наш прогон длится 6 часов, соответственно, возникает или 7 часов, и возникает вопрос, а вообще зачем нам автотесты, ну, UI-ные. И такой, ну, в моей практике такое сталкивалось, когда менеджер ходил, у нас не было распараллеливания, ну, было распараллеливания на уровне мавин-плагинов, и возник вопрос, когда тесты шли 5 часов, у менеджера возник вопрос, вообще зачем автоматизаторы, зачем им платить деньги. Я говорю, вообще, я лучше найму ручных тестировщиков более дешево, а их выгоню. Вот. Пути решения, то есть стояли, думали, думались, и пришли к следующему. Давайте использовать динамические тайм-ауты. Да, здесь в этой бит, кто-то сейчас кинет помидор в меня, скажет, ну, блин, вон же в этой бит, эстетическое ожидание. Это проектное эстетическое ожидание, оно прописано в тест-кейсе, в тест-кейсе, и, соответственно, как тестировщики написали, так мы его и написали. На самом деле это как пример, то есть, а динамика в том, что давайте использовать exported condition, вот, wait until, и, соответственно, писать динамические ожидания. И, наконец-то, от статики уйдем. Вот. Чем это хорошо? Хорошо тем, что мы не ждем, ну, у нас бывают, ну, стандартные слушатели, бывают, вот тут написан пример своего слушателя, то есть мы не ждем там некое время, потому что надо, допустим, сервак затупит, стенд затупит, и мы в тайм-аут не уложимся, и что делаем, мы увеличиваем тайм-аут, это, опять же, плохо, но окей, мы ждем, стенд опять чуть-чуть затупил, мы опять увеличиваем, в конечном счете, а если это еще у вас на уровне, где-то верхнем, на уровне PGA, то, соответственно, у вас каждый тест ждет, тот, который должен ждать, ждет, тот, который не должен ждать, тоже ждет, и у вас вообще прогон длится очень долго. Второе, это выставление прикондишенов через UIP, то есть здесь предлагаю идти к программистам, садиться рядом и задавать им такой вопрос, через какой UIP я могу, допустим, делать некие, в данном примере UIP для настройки писем. Работа с UIP это быстро, намного быстрее, чем работа с браузером, и это ускорит тесты. Опять же, 1, 2, 10, 50 тестов этого вы, скорее всего, не почувствуете в рамках 500 тысяч и 3 тысяч. Ну, вот у нас сейчас более 3 тысяч автотестов UI-ных, и, соответственно, конечно, мы это очень чувствуем. Потом давайте использовать нужные условия ожидания, то есть давайте писать негативные условия в ожиданиях. В данном, ну вот из данного примера, то есть мы ждем, ну, wait for element present, это там скрывается на самом деле wait until, слушатель на то, что элемент есть, слушатель на то, что элемента нету. Это динамические ожидания. Суть в том, что если нам надо, что мы знаем, и у нас по тесту элемент не отможается на странице, соответственно, давайте и проверять через слушатель динамически, что элемента нет. Не будем как бы ждать, что элемент есть, получаем отрицательное, ну, булевское, там, false, и, соответственно, проверяем short, false. Это, ну, мы просто упрямимся в implicitly wait, а переопределять его где-то здесь на уровне page object это, ну, не очень хорошо, то есть поэтому предлагаем использовать именно нужные вам условия, нужные кондишны. Давайте уменьшать взаимодействие с браузером, то есть не делать лишних обращений. То есть если мы получаем ссылку на веб-элемент, соответственно, мы работаем с этим элементом. То есть не надо писать некие инкапсулированные методы, которые возвращают и постоянно их юзать везде. Это, опять же, замедляет тесты, вот, и делает их медленными. Теперь поговорим о второй проблеме, это инфраструктура. Значит, всем знакомы селеним грид. Это классическая его такая вот структурка. То есть у нас есть Selenium Hub, есть Selenium Noda. Мы запускаем тесты, то есть мы их кидаем в прогон на Selenium Hub. Selenium Hub выступает в роли балансировщика, и он раскидывает эти тесты по нодам, зависимости, опять же, от того, на каком инвайменте вам надо запускать эти тесты. Вот, мы как бы пошли дальше и решили все это обернуть в докер-контейнеры. Опять же, это облегчило нам жизнь, облегчило жизнь в том плане, что нам не надо было, ну, прокидывать, разлить, ну, простота управления вот этими нодами, конфигурированием. То есть, вот, потом возник вопрос, как будем параллелить? То есть у нас есть некий test-suit. Вот, что такое test-suit? Это очередь. Это очередь из UI-тестов. Соответственно, мы их кидаем на Selenium Grid, то есть на Selenium Hub, и он в качестве как балансировщик их раскидывает по неким Selenium нодам. Окей. Как будем параллелить? То есть мы можем параллелить на уровне Mavin, ну, на уровне Mavin плагинов, и, соответственно, у нас каждый, ну, у нас как бы тесты патчика кинулась на Hub, он нагрузил все ноды, и, соответственно, тесты выполнились, мы получили на Hub ответ, все там, past, false, окей. Ну, там слушатели, и, соответственно, через слушатели прогона sample-теста мы получаем соответствующий ответ, и Hub нам говорит либо test-past, либо test-false. Окей, круто. Потом у нас на почте решили пойти дальше. Ну, то есть, ну, и решили вести такое, как бачи. Что такое бачи? То есть как бы мы распараллелили тесты, все классно, все круто, все работает, но надо, мы хотим быстрее выполнять прогоны, быстрее тестировать, быстрее выкатываться. Соответственно, разбили наш test-suit на некие такие понятия, как бачи-бачи, это тот же самый маленький такой test-suit, маленькая очередь, как бы кусочка вот этого большого test-suit, и мы кидаем на Hub. Все это работало, все это работает и по сей день, но потом возник такой вопрос, что мы хотим еще быстрее тесты, вот, и нам надо их еще как-то ускорить. И обратили внимание, что такой реализации у нас, когда с бача поступает на Selenium Grid пачка тестов, вот, допустим, с бача, ну, вот верхнего бача 1, с бача 2, с бача 4, то у нас как бы ноды, они не совсем как бы до конца нагружаются. То есть, допустим, мы скинули тесты с бача 1, с бача 2, они раскидались, выполнились, допустим, нода, ну, вот контейнер самый верхний, там слева, он освобождается, и он висит. Висит, он ждет, когда, соответственно, выполнится полностью тесты на других и забирает следующую пачку. Это плохо. И тогда вернулись вот к такой реализации. Ну, сейчас возвращаемся к такой реализации, там немножко допиливается, но будет на… ну, отказываемся от бачей, возвращаемся к единой очереди и, соответственно, пачками с этой единой общей очереди мы закидываем населением крит и выполняем, ну, и тестируем. Вот. Ну, вот то, что сейчас есть, это как раз пример бачей. То есть у нас бачи, это у нас маленькие прогоны одного общего прогона. Вот некие конфигурации, вот они там выполняются, падают, вот красненький вообще с какой-то ошибкой упал, и, соответственно, потом это все, естественно, агрегируется, естественно, собирается в некий единый отчет и мы полы, как бы его разбираем. Вот. Сама общая структура системы параллельного запуска на всех наших проектах. То есть у нас, чтобы понимали, у нас три больших проекта. Это почта, облако и медиапроекты. И, соответственно, это все запускается в едином гряде. Вот. То есть у нас есть некая общая API, напеленная под, ну, проектная API, которая использует все проекты, и, соответственно, мы имеем такую некую универсализацию, common методов для взаимодействия с браузером, там, со страницами, там, ожидания, там, слушателей. Опять же, у нас вот в некоторых, ну, в проектах написаны свои слушатели, допустим, медиа, очень много нестандартных слушателей, допустим, проект медиатор, там, ну, стандартные слушатели, они подходят, ну, из того, что у нас реализованы из common API, вообще никак. И, соответственно, там напилены, ну, динамика напилена полностью проектная. Вот. Вот структура. у нас есть три хаба. Там, где крутится Jenkins, у нас небольшой кредит для небольшого проекта или большого проекта, ну, короче, для проекта. Вот. И вот эти три хаба, три балансировщика, они раскидывают по нодам. Вот. По производительности, ну, допустим, тестирование почты занимает порядком, если я правильно не ошибаюсь, ну, у нас еще просто есть перепрогоны, то есть мы как бы запускаем тесты, у нас падают тесты, и мы перепрогоняем эти тесты. Мало того, что сейчас на медиа сделана ранилка, которая на уровне текущего прогона перезапускает упавший тест. То есть там реализован слушатель, ну, failed listener, и который возвращает нам некое, ну, бульонус, что ты по тесту упал, и мы эту сущность еще раз перезапускаем. Вот. То есть, поэтому как бы со всеми перепрогонами, ну, минут 40-30, не более. Вот. То есть, и это еще как бы, причем это более 3000 тестов, и при этом мы еще ускоряем и планируем, что, ну, процентов на 30-40 мы еще за, ну, ускорим, затюнингуем. Вот. Что было до? До была у нас некая такая зависимость, была печальная зависимость, мы страдали, ну, точнее, страдали, мы-то не страдали, а страдали именно те, кому нужны были быстрые результаты, это наши тестировщики, которые не спали, не ели, а все ждали автотесты, но мы тоже нервные, за них переживали, вот, поэтому вот то, что получили после, то есть, у нас размер тест-юта увеличивается, ну, опять же, это линейная зависимость, это аппроксимация, то есть, там на самом деле, если снимать те метрики, там они более сложные, вот, и получили, что у нас тест-ют увеличивается, время прогона увеличивается незначительно. Опять же, это все зависит от размера теста, от количества шагов, от количества обращений к браузеру, от, понятное дело, что, как бы, еще у нас время прогона зависит от размера теста, вот, ну, от размера, от количества экшенов в тесте, но при этом результат более-менее нас пока устраивает. Вот, всем спасибо. вопроса, пожелания. Раз. Спасибо за доклад. Простой вопрос. Насколько я понял, до этого на голом железе Selenium работала и перешли на Docker. Ну, если мы изначально, 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 да, было голое железо, извините, да, было голое железо, причем я, если, ну, я уже в компанию пришел уже, как бы, инфраструктуру. в другом на самом деле. Какой прирост производительности дал переход на Docker? Используете ли вы динамически создание Docker контейнеров при нехватке производительности? Вот, во сколько раз используете ли какие-то балансеры, аркестраторы? Да, используется, ну, используется динамика, конечно же, на уровне Docker и плюс, ну, по приросту, если так прикинуть, ну, процентов 20, наверное, это точно. Может быть, даже больше. Почему? Потому что у нас Docker уже был внедрен и, ну, просто я по предыдущему, где я до этого работал, там был чисто Amarin плагин без Docker, там 200 тестов у нас идут, два часа, тут у нас время уменьшается, ну, 30, наверное, да, процентов 30 где-то. Это можно, да, да, это можно прям смело, процентов 30. Спасибо. Еще вопросы? Ого, как много вопросов. Спасибо за доклад. У меня вопрос, собственно, такой, вот если вернуться к моменту перехода от общей очереди тестов, к разбиению на батче, я не совсем понял, каким образом производилось именно разбиение, оно было в зависимости от каких-то там прикондишенов или чего, или компонентов, или это просто было разбиение на кусочки, и если так, то за счет чего получалось прирост, как бы, скорости. Да, значит, это было просто разбиение на кусочки, изначально было предложение выделить медленные тесты, быстрые тесты, и как-то провести некий анализ, и, соответственно, их объединить так, чтобы более-менее у нас нагрузка распределялась, ну, была распределена равномерно. Вот, но, вот, потом, как бы, сделали просто, просто разбили, вот, ну, на самом деле, батч – это прогон, то есть, это не просто некая сущность, которую мы разбиваем на подсущности и кидаем в некий общий прогон. Это разные прогоны, и, соответственно, у них, ну, сейчас на данном этапе разное время прохода, и, опять же, проблемы, ну, прогоны и проблема, опять же, в том, что у нас просто ноды висят, потому что у нас прогон прошел, нода висит до тех пор, пока у нас, допустим, более медленные батчи, ну, не более медленные, да, более медленные батчи пройдут, и освободят, допустим, очередь в том же Jenkins, вот, ну, ну, на слэйве, поэтому, вот, поэтому, как бы, вот эта вот реализация, она сейчас есть, но от нее отказываемся. Ну, по крайней мере, мы идем к тому, чтобы от нее отказаться, и откажемся, в ближайшие, допустим, полмесяца, наверное. Ну, а прирост вот именно за счет чего происходил? прирост за счет того, что мы разбиваем тесты на кучу-кучу маленьких подпрогонщиков, и гоним параллельно, мало того, что у нас тесты распараллели, у нас еще и распараллели эти прогоны, то есть мы полностью нагружаем Jenkins, ну, слэйв Jenkins, вот, опять же, минус того, что у нас другие проекты стоят, ждут, когда пройдет почта, вот, и за счет того, что мы распараллеливаем тесты, плюс мы распараллеливаем прогоны, у нас прирост. Прирост, если честно, небольшой. Я проводил замеры процентов 15, не более. Спасибо. Опять же, это эксперименты в распараллеливании. Мы пытаемся тюнинговать, пытаемся ускорять и пытаемся дойти до того, что мы будем запускать тесты и не успевать, допустим, сделать кофе и приходить. У нас уже все прошло. У меня такой вопрос. В какой момент создаются прикондишены при помощи API и в какой момент эти прикондишены возможно удаляются также при помощи API? Да, значит у нас как реализовано, то есть у нас есть некий степ-листенер, где у нас все эти… О, не так. У нас есть у каждого, если почту, у нас есть у каждого пользователя, ну у нас есть чистилка. Она запускается отдельно на отдельном слэве дженкинсовском и запускается каждые две минуты. Она чистит пользователей. То есть у нее есть некий API-фул, ну скажем так, который берет пользователей и начинает выполнять эти API-шные методы по очистке. И таким образом мы получаем уникальных пользователей, чистых. Плюс у нас есть API-сервис, который нам отдает только чистых пользователей. И таким образом мы гарантируем авто-клин этих API. В какой момент мы выставляем? Выставляем, ну естественно, before, но так как так повелось, что у нас аннотация before не используется почему-то. Ну я поговорю про G-unit. Вот, то, соответственно, ну в начале теста, ну в хитере теста, то есть мы выставляем, ну получаем некий аккаунт, выставляем для него прикондишены через API и уже как бы логинимся и уже работаем, ну выполняем основные шаги. Вот вообще у нас есть развитая инфраструктура по работе с аккаунтами, очистка, получение, там отдельный, как бы можно сказать, доклад, то есть некий сервис для работы и гарантии того, что мы получаем уникальный прикондишен для, ну для почты, ну пользователя, если говорить про другие, про, допустим, медиа, у нас там есть степ-листинеры, в степ-листинере у нас выставляются некие прикондишены, ну очищаются вот эти выставленные прикондишены и опять же после выполнения теста у нас на уровне этого листинера уже, соответственно, мы получаем, ну сброшенные состояния. Вот, скажу больше, сейчас опять же на медиа думается в сторону неких сущностей именно на уровне GDI, ну Java dependency injections, которые мы будем инжектировать и которые, допустим, для определенных тестов нам будут выполнять некие API-шные запросы по очистке. Ну, допустим, вот у нас тест, допустим, работал с одной галочкой, зачем нам там выполнять кучу-кучу-кучу этих API-запросов для того, чтобы сбросить эту галочку. Мы можем поставить некую аннотацию, заинжектить и, соответственно, выполним, допустим, только сброса этой галочки. Опять же, есть и классический вариант, это обычно делают auto, before, аннотация. Спасибо. Коллеги, еще вопросы? Все испугались? Если вопросов больше нет, давайте поблагодарим еще раз Павла. АПЛОДИСМЕНТЫ